1С Паблишинг Глава первая. Последу. Я киллер. Да, ребята. Я чертов профи своего дела. За окном внизу промозглая осень. В воздухе та самая морость, когда не поймешь, то ли она падает, то ли взлетает. Машины накатывают по асфальту уже десятый слой грязи. Люди все куда-то спешат, обходят, припрыгивают черные лужи. А в такую погоду, как говорится, и собаку со двора. Здесь, в домашнем тепле однушки на третьем этаже, не верится, что полчаса назад тоже спешил домой по этим самым лужам. Проявлял чудеса мастерства, как не запачкаться в царстве стякать и грязи. Думаю, этот квест я прошел на троечку. Все равно землица русская осталась сзади на джинсах. И вот теперь, пройдя очередное испытание реальности, после душа, в предвкушении вкусного кофе, я начинал чувствовать себя человеком. Сейчас бы еще закурить. Вытянув сигарету из пачки, я провел ею по ноздрям, втягивая запах. Потом вернул обратно. Пришлось бросить. Говорят, на реакцию влияет. Но как же хочется. Положил пачку на подоконник. Нельзя. Сегодня у меня дело. Я же профи. Телефон на столе завибрировал. Беру, смахиваю трубку. Да. Заказ доставлен связному. Понял. Гудки. Я положил на ладоник обратно на стол, мысленно настраиваясь на предстоящий заказ. А раз намерен выполнить его хорошо, надо основательно подкрепиться. Щелкнул чайником, сыпанул в чашку хорошего кофе. Ну, это я считаю, что хороший. А кому-то он и пережаренным кажется. И запах прямо млеешь. Для меня запах кофе давно ассоциируется с хорошей ночной вылазкой за головой клиента. Интересно, кто будет сегодня? Опять какой-нибудь взорвавшийся торговец из соседнего города? Я сунул банку в шкаф, оттуда же выудил остатки батона. Да, завтра точно в магазин надо наведаться. Взгляд скосился на окно, где сумерки еще не спустились. А ведь успею и сегодня сбегать. Послушал свое тело, что оно скажет. Тело сказала твердое «нет». Открыв холодильник, я обвел взглядом полупустые полки. Вытащил масло, остатки копченой колбасы. Думаю, бутерброда на ужин достаточно. Поплескал молоком в почти пустом пакете. На кофе хватит. Пока я перемещал все это на стол, мелькнула мысль, что в морозилке ждут пельмени. Правда, тут же вспомнилось, что кастрюля с прошлого раза не мытая, ты еще в воду кипятить, а потом еще и варить. Не, пусть подождут. Бутерброда достаточно. Да и мало ли, вдруг сегодня задача повышенной сложности. С этой мыслью я ловко сварганил себе домашний масло-колбасный бутер, любовно называемый маскал-бургером. Макдак отдыхает. Наконец, я прошел в полутемную комнату с занавешенным окном, где все помещение в мягком зеленом тоне освещали лампочки готовности к окону виртуальной реальности. Он большим белым бананом возвышался посреди комнатки, превращая вроде бы немаленькую комнату в тесную коморку. И это еще компактная модель. У окна стол с компом, стул, у одной стены шкаф, у другой раскладной диван. Уже не помню, когда раскладывал его в последний раз. Как я устроился на замечательную работу сутки через двое, так вообще спал только в коконе. Конечно, легкомысленно для 24 лет, но в последнее время игра мне стала приносить денег, иногда даже больше, чем зарплата. Сидя за столом и уплетая чертовски вкусный бутер, я гадал, что же судьба сегодня преподнесет. Не так давно я открыл для себя темную сторону игры Патриэм, которую разработчики старательно не замечают. Оно и понятно, ведь это вносит определенную атмосферу в онлайн-жизнь. По привычке мои глаза скользнули по плакату, висящему рядом на стене. Несколько ребят, в одном из которых можно узнать белобрысого меня, только чуть моложе, все стоим в крутых позах, на заднем фоне верткоконы, внизу надпись «Соринг Вулс Про». Грустно вздохнув, я отвел взгляд. «Забудь это, в прошлом». Я усмехнулся. Вообще, в любом годном фильме в такие моменты у героя случаются флешбеки, когда короткие отрывки из прошлого врываются в память, заставляя страдать. К счастью, у меня ничего подобного не было. Наконец, управившись с ужином, я по привычке вытер пальцы футболку, потом чертыхнулся и скинул ее. Затем я сделал небольшую зарядочку, растягивая все связки, какие мог. Ну да, наверное, настоящие киллеры чуть-чуть по-другому разминаются. Там отработка боевых навыков на пару часов только. Ну, мне не здесь эти навыки отрабатывать. Все. Я откинул немного шторку, на улице заметно потемнело. Все люди наверняка уже пришли с работы и расселись, кто по телевизорам, кто по компам. Хотя сейчас же больше за телефонами сидят. Но некоторые, как и я, погружаются в верткоконы. И судя по ночной аудитории Патриама, таких очень много. Запустив таймер кокона на 6 утра, я аккуратно залез в него и заботливо укрыл себя небольшим пледиком. Помнится, я не сразу заметил, что, оказывается, часто замерзаю по ночам, лежа без движения по несколько часов. Зажужжали насосы, прокачивающие воздух по ложементу. Это, как я читал, технология от пролежней, чтобы не немело все. В любом случае, помогает. Помню первый свой кокон. Вещь жуткая была. Да и этот уже устаревший модели. Ведь прогресс шагает семимильными шагами. А я со своей зарплатой бегу за ним, как садовый гномик в расцвете сил. Я лег, опустил забрало на голову. Сетка с датчиками мозговой активности так привычно мягко уперлась в макушку. Я закрыл глаза. Теперь подождать пару минут, пока синхронизация идет. Все, пошла картинка. Я мысленно выбрал нужную иконку. Вокруг было еще несколько значков, но конкурентов у Патриама, как по мне, пока что нет. Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, Антшот. Вот закрутился передо мной персонаж 67 уровня. Странная смесь эльфа с человеком. Так-то это чистые расы эльф, у которого по классике светлые, почти белые волосы. Но я в свое время так подкрутил ползунки на стройке, что по комплекции он больше на человека стал похож. Никакой утонченности. Но ухи-то, ухи-то наши, как есть эльфийские. Патриам приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Вертезе. В скором времени город возьмут в осаду. Регистрация вольных наемников на осаду открыта до суббота 23.30, московское время. Выбирай сторону с умом. И помни, нейтралитет не спасает от шальной пули. Так, ну понятно, опять Вертез будут брать. Что до второй части сообщения, то тут все как обычно. Птицы я вольны, и периодически система напоминает, что надо бы задуматься о выборе клана. Хотя Патриам и одиночкам предоставляет достаточно контента для приятной игры. Чем я и пользуюсь. Загрузилось. Из глаз моего эльфа-аншота я увидел, что так и сижу с краю главной площади у входа в малый закуток. Я усмехнулся. А ведь так и делаются темные делишки. Почти в центре, но в подворотне. Вертез, город в стиле Парижа средних веков, встретил меня неспешной, только начавшейся суетой. Все вокруг заливал нежно-голубой свет, и дома отбрасывали длинные тени на стены соседних зданий. Такой цвет дает рассвет первого солнца, голубого гиганта. Выползет он хотя бы наполовину, появятся и его два компаньона. В это время в мире трех солнц раннее утро, и игроки только начинают пребывать в игру. Разработчики приняли интересное решение сделать внутренние сутки 12-часовыми, а неделю 14-дневной. И поначалу новичкам это кажется диким, но это лишь по первой, а потом начинаешь привыкать, и частенько возникает диссонанс с реальным миром. Но почему там время тянется так медленно? Еще вчера при выходе я оставил персонажа на лоточной торговле. Игра Патриам предоставляет много разных способов продаж, но я выбрал самый допотопный. Открыв инвентарь, я заметил, что подорожник так и не купили. Ну и правда, кто купит его за 200 золотых? Зато в ответ тоже предложили листик подорожника, выставив цену в 10 золотых. И комментарий под лотом. Вот именно он мне и нужен. Кракен, защитник, член клана Гидра, награда 10 тысяч золотых, до 23.30 субботы по московскому времени. Так, понятно, класс защитник это танк. И никто какой заковыристый, греческий. Весь клан у них помешан на мифах, что ли? Где-то я уже слышал об этом Кракене. По-моему, он не последняя шишка в клане Гидра. Ну да, скоро осада, сейчас польются реки крови, кланы поджидают друг друга во всех локациях, сливают рейтинг особо жестким конкурентам. Этот Кракен, наверное, набрал неплохой бонус, раз его заказали. Значит, думают, что на осаде справиться не смогут.